В Тверской области по предварительной оценке численность тех, чей возраст перешагнул 90-летний рубеж, около 8 тысяч человек. По данным Росстата, численность долгожителей, оказывается, в Верхней Волжии увеличилась за последнее десятилетие аж вдвое. Немало и тех, кто перешагнул вековой рубеж. Сто лет исполнилась и жительница Твери, участница войны Марии Сидоровой. В гостях у юбиляра побывала наша съемочная группа. Прожить целый век задачи сложные, но очень интересные. Говорят обычно те, кому посчастливилось перешагнуть столетний возрастной рубеж. На долю этого поколения выпала и война, и голод, и перестройка, да и много других трудностей и лишений. Для нас сегодня большая честь пообщаться с представителями того поколения, поколения победителей. Поздравить с юбилеем Тверскую долгожительницу, участницу войны, уже не в первый раз приехал депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Они с такими вызовами сталкивались, с которыми нам, к счастью, не снилось сталкиваться. И они всегда это проходили с честью, с достоинством, всегда проходили это мужественно, всегда проходили с большой ответственностью. И в этом нам есть, чему у них поучиться, их жизнелюбию, их стойкости, их порядочности. Вы знаете, вот это большая честь поздравлять таких людей. Очень приятно просто даже быть с ними рядом, слушать их рассказы, потому что они, я бы сказал, они настоящие. Несмотря на столь серьезный возраст, именинница полна энергии и хорошего настроения. Сегодня, в день столетия, она с самого утра принимает у себя дома дорогих гостей. Я вам искренне от всей души поздравляю вас с днём рождения. Желаем вам долгих-долгих лет жизни. Не надо. Здоровья. Не надо. Это всегда высказывается. Здоровья, самое главное, конечно, чтобы всегда с вами были ваши близкие. Мария Николаевна родом из Орловской области, но судьба забрасывала её в разные уголки страны. Во время войны она служила в особом отделе НКВД 39-й армии Калининского фронта. В числе её наград – Орден Отечественной войны второй степени. А в 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Ордена Почёта фронтовиков. Награду ей передал лично губернатор Игоря Руденя. После Великой Отечественной Мария Сидорова трудилась при воинских частях, работала в судебной системе в органах прокуратуры. Я очень рада, что я прошла такую жизнь. Есть что вспомнить, есть что передать поколению. Была почти 50 лет в партии, поработала. На фронте работала в особом отделе. Событий много в жизни, поэтому подошла, как говорится, с хорошим итогом. И довольна. Юбилярша активно следит за новостями в мире и стране, конечно, в Тверской области. Регулярно вместе со своей дочерью смотрит наш канал. И сама никогда не отказывается от интервью. Наша съемочная группа бывала в гостях у участницы войны не единожды. И всегда Мария Николаевна встречает журналистов с улыбкой. А о своем возрасте говорит всегда с юмором и позитивом.